Девы, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы будем смотреть ваш Таро прогноз на июль 2020 года. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Первая колода это темный особняк, основная колода Таро. И вторая колода у нас будет вспомогательная, тоже колода Таро, театр кукол Марии Курары. Хочу напомнить, как я с вами буду постаровать работу для тех, кто впервые на моем канале. Мы с вами посмотрим общие тенденции месяца, а также те события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс спросим у карт-собег, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный период. Итак, давайте с вами будем смотреть общая атмосфера месяца, что ждет в плане работы, финансов, здоровья. Здоровья, личная жизни и совет от карт. Немножко смещу карту, думаю, вам будет видно. Так, давайте с вами смотреть. Общая атмосфера месяца. Но по повешенному здесь какая-то ситуация переосмысления. У кого-то, безусловно, может здесь быть застой, а у кого-то, в принципе, это, знаете, как возвестить слеза и против и посмотреть, в каком направлении вам необходимо двигаться дальше, что с этим делать. У некоторых это может отыграться ситуация погрушения в духовные практики, в эзотерические. Для некоторых отыграется как ситуация беременности. Так как аркан, безусловно, у нас лет многогранен, поэтому давайте с вами дотягивать и смотреть, о чем здесь может идти речь. Так, ну, повешенные девятка пентаклей. В первую очередь это вложение в себя, в отдых, в санаторно-курортное лечение. Это, в принципе, отпуск, это ситуация, когда вы наполняетесь силами, восстанавливаетесь после чего-либо. Здесь еще по связке арканов это действительно вопросы беременности, поэтому для многих это будет действительно актуально. Это может быть, в принципе, ситуация, знаете, как безработицы. Ну, например, вот вы в отпуске, но тем не менее заработная плата вам здесь все равно пришла. По связке этих карт это могут быть вложения действительно в эзотерические практики, либо кто-то может отправиться на ретриты, если вы делаете такие вот паломничества. Но, как говорят арканы, это время оценить, куда вам нужно инвестировать деньги. Во что? В здоровье, в себя, в какие-то проекты, в ситуацию отдыха. Вот то, что у вас будет стоять на повестке дня. Если смотреть работу. Ну, по работе, видите, пятерка жезлов, здесь вопросы конкуренции. Сейчас будем дотягивать и выяснять эту ситуацию, чем она конкретно для вас проиграется. Так, пятерка жезлов и паш пентаклей. Во-первых, если вы в статусе неработающего пенсионера, здесь может идти борьба за пособие, за вопросы финансирования, либо перерасчета, субсидии, пенсии, еще каких-то моментов. То здесь отстаивать каждую копеечку. Если вы в статусе соискателя, то здесь очень жесткая конкурентная борьба с целью трудоустройства. Получится ли у вас преодолеть эту борьбу? Получится, да, ставить свои интересы и действительно выбить себе место под солнцем. Если вы наемный работник, то по связке карт, это может быть вопросы повышения вашей квалификации с целью продвижения вперед, либо увеличение заработной платы, либо, соответственно, повышение, тоже увеличение заработной платы. Но для некоторых, ну это единичный момент, это действительно может быть ситуация, знаете, как отстраниться от работы. То есть это могут быть здесь по связке карт уехать на какое-то обучение, на повышение квалификации, либо это могут быть действительно ситуация отпуска, потому что по связке карт это еще брать какие-то дни за свой счет, ну там за счет на детей, либо связано что-то у вас будет с детьми, поэтому здесь проходят такие моменты. Если у вас собственный бизнес, то арканы указывают на ситуацию, что приходится бороться за покупателя, за потребителя, и тут действительно очень высокая конкуренция, и ну как, вам нельзя спускать это на тормоза, иначе можете упустить очень большой кож, и потом вам очень сложно будет восстанавливать эту ситуацию, поэтому будьте здесь бдительны. Относительно финансовой стороны вопроса, здесь знаете, как желание сопоставить ваши расходы с доходами, ситуация анализа, плюс кто-то может присматриваться к вашим финансам, банки, налоговые службы, либо в целом какие-то проверяющие органы и инстанции, особенно если у вас есть какие-то долги, задолженности или кредиты. Если с позиции финансов, как у вас здесь будет ситуация, ну расходы будут превышать доходы, особой какой-то большой прибыли здесь не ждите, плюс у многих действительно здесь могут пройти траты серьезные на детей или на вопросы диагностики вашего организма, соответственно лечения и восстановления. Что же касаемо вопросов здоровья, ну по здоровью ситуация у вас здесь замечательная, хорошее самочувствие, это в принципе знаете как радость духа, радость тела, потому что будьте себя чувствовать прекрасно, и знаете как отдыхать душой и телом, то есть действительно для многих здесь может быть значимая ситуация отпусков и восстановления, поэтому не упускайте такую возможность действительно, постарайтесь отдохнуть, наполниться, восстановиться. Что же относительно вопросов личной жизни, то вот здесь не совсем позитивная ситуация, давайте прояснять в чем же здесь дело. Так как безусловно смотрят меня абсолютно разные, прямо сама карта выпадает фоновая, абсолютно разные люди, кто-то свободен, кто-то в любовных треугольниках, кто-то в стабильных семейных взаимоотношениях, поэтому давайте будем смотреть. Итак, карта фоновая выпала, но мы все равно с вами здесь дотянем. Итак, для тех, кто на текущий момент свободен, что у вас здесь происходит? К сожалению, для вас здесь ничего не поменяется, это может быть ситуация переживаний или отчаяния относительно того, что идет застой по личной жизни. Плюс многих из вас здесь будет каким-то образом удручать прошлый негативный опыт, здесь присутствуют вопросы самоедства, это в принципе грызть себя за те события, которые не то чтобы вам не подвластны, когда вы считаете, что выпустили все шансы, что не будет новых возможностей, либо у вас в прошлом был лучший партнер или партнерша, а теперь все пошло к коту под хвост. Ну, как сказать, знаете, не было бы счастья, так несчастье помогло. Возможно, вы слишком драматизируете ситуацию и посмотрите, что впоследствии для вас ситуация отыграется к лучшему. Давайте посмотрим те, кто здесь у нас в любовных треугольниках, четырехугольниках, о чем здесь у нас идет речь. Ну, а для вас здесь восьмерка Пентакли. Это вот в связке этих карт разбитые иллюзии, разочарования относительно того, что либо вас партнер может обмануть на деньги, либо осознание того факта, что к вам относятся потребительски. Ну, и поэтому это в какой-то степени будет вас выбивать из колеи или, знаете, как привнесет такой вот негативный осадок. Ну, давайте посмотрим для тех, кто в стабильных семейных связях, о чем здесь может идти речь. Здесь пятерка кубков, здесь девятка мечей. Это переживания и страхи. Давайте смотреть, с чем эти переживания и страхи у вас будут связаны. Связаны либо с вопросами деторождения, либо с вопросами того, что вам стали меньше уделять внимания. Будете чувствовать себя покинутыми, либо такими, знаете, как опустошенными, потому что вам хочется и внимания, и заботы, и любви, и ласки. А вы этого по ряду причин можете недополучать. И здесь вот очень большой страх остаться брошенным, либо остаться одному, либо одной. И вот эти вот внутренние переживания. У кого-то могут быть конфликты, ссоры, знаете, как с целью перепроверки чувств, например, разъехаться. Но, как показывает солнце, милые бронятся, только тешатся. Поэтому стоит ли вам об этом переживать. Единственный момент, это может проиграться для тех, у кого, например, к июлю месяцу шла ситуация бракоразводного процесса, это застойное депрессивное состояние и тяжелый период адаптации и выхода. После вот этого ситуации расставания. То есть сложно, как, знаете, принять новый уклад жизни или перестроиться на нему. Ну и относительно совета. У вас по совету падает старший аркомир. Новые возможности, новое открытие. Карта, которая указывает вам, если есть у вас такова возможность, езжайте отдыхать. Неважно, в рамках страны, в рамках города, либо за границу. То есть не теряйте, не упускайте такой возможности. Это первое. Если вы планировали наладить какие-то интернет-проекты, либо, может быть, свой бизнес через интернет, либо изучить что-то новое, какие-то курсы, вебинары, семинары, то по Аркану Мира это самое время. Если вы планировали и раздумывали, рожать, не рожать, однозначно рожать. Плюс мир это как вопрос обновления цикличности ситуации. Да, у кого-то что-то подходит к концу. Возможно, пришло время ставить жирную точку. А у кого-то это будет отправная точка для того, чтобы переходить на новый уровень в работе, в личной жизни. В принципе, к отношению к себе, любимому, либо к себе любимой. Потому что мир это когда вы становитесь немножечко выше на вариационную ступень своего развития. Когда вы сможете собой гордиться и понимать, что все, что не делалось, все к лучшему. Ну и давайте с вами посмотрим на этой колоде относительно знаковых событий, что у вас здесь может быть. Так, но здесь эта колода читается только на прямых, поэтому я ее переверну. Здесь у вас падает король эмоций и у вас падает шестерка ума. Но так как карта упала перевернута, она в большей степени показывает теневую сторону. То есть это уход в депрессивное состояние, в какой-то эмоциональный застой. И вот карта вам говорит, чтобы у вас выйти из этого периода застоя по шестерке ума, это идет речь о том, что погрузитесь в нечто. То есть обучение, повышение квалификации, изучение наболевшего вопроса, оттачивайте свое хобби, ремесло, займите свой ум. Знаете, как дайте живость ума, размышления. Сейчас самое время выходить на новые возможности. Повторюсь, если планировали обучение либо повышение квалификации, время действовать. Потому что это даст вам не только опору почвы под ногами, но и, соответственно, потом вот этот ваш перевернутый король эмоций войдет в новое русло, в позитивное состояние. Чего я вам искренне от всей души желаю. Девы, вот такой для вас выходит расклад. Напишите, пожалуйста, потом, как он для вас отыгрался либо не отыгрался. Я буду ждать от вас обратной связи. Для вас же, кого интересуют мои индивидуальные консультации либо обучения, оставляйте, пожалуйста, свои текстовые либо голосовые сообщения на Вайбере или Ватсап. Вконтакте находятся под этим видео. Мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. Я же искренне вам желаю легкого месяца. Пусть все препятствия обходят вас стороной. Вас благодарю за внимание. С вами была Ива Лехцар. До новых встреч.